Денис Пушилин Киев настаивает на том, чтобы нормандский формат состоялся уже вот прямо сейчас, в сентябре, в ближайшие дни А также стало известно, что Киев продолжит разрывать российско-украинские соглашения, как это делал Климкин при Порошенко Это тоже срочное сообщение украинского МИД, но сначала невероятный Пушилин Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство В идеале войти в состав России на правах федеративного округа Что у народа Донбасса не отнять, так это терпение Но если быть максимально откровенным, то до указа президента Российской Федерации о выдаче российских паспортов по упрощенной системе Настроения у людей были не такими оптимистичными Сенсационная новость Наши украинские братья, друзья, коллеги, товарищи стоят практически плачем Подготовка к нормандскому формату стартовала уже официально Да, абсолютно очевидно, но если честно, я не очень согласен, что новость сенсационная Потому что если внимательно изучить мнение людей, которые живут в Донбассе Они прекрасно понимают, что нынешняя Украина, о которой коллеги, напомню Сколько лет никаких социальных обязательств в отношении жителей Донбасса не исполняет Может существовать никаких пенсий Прождите, вот коллега скептически Пенсии выплачиваются, социальные выплаты, социальные гарантии Ноль из бюджета Киева Россия является единственным гарантом не только безопасности, в том числе республики Но в том числе и финансо-экономической стабильности Второй момент, очень важный Это теперь не имеет никакого значения Денис Пушилин говорил, что их основная цель интеграция в состав Российской Федерации Была идея провести референдум, однако этого не было Кстати, Денис Пушилин, я внимательно прочитал все интервью, говорит о том, что нет Мы не отказываемся от выполнения минских соглашений Мы прекрасно понимаем, что по условиям Минска-2 у нас есть определенные пункты В том числе, если Украина выполнит политическую часть Минска Тогда, конечно, мы будем готовы и на размещение на границе и так далее Однако, коллеги прекрасно понимают, что после 50 лет Если бы была политическая воля Украины вернуть не территории обратно, а людей Они бы это сделали Поэтому очень правильное заявление Денис Пушилин, как точно так же, народно избранный глава Донецкой Народной Республики А мнение жителей Донбасса, которые сейчас живут в Донецке, он спросил Пожалуйста, пусть просит Спокойно, пожалуйста, закономерные последствия Зеленский только что заявил, что собирается звонить российскому президенту Владимиру Путину А также проводит срочную пресс-конференцию Наверное, жаловаться Может быть, плакаться Может быть, возмущаться То, что он заявил только что Ваш Зеленский, смотрите Мы должны обговорить все пункты Минских договоренностей Вы прекрасно знаете, что не я подписывал Минские соглашения Но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас лежит на мне Никто ее с меня не снимет, потому что это наша с вами страна И мы будем бороться и защищать каждую каплю наших с вами украинских интересов Чтобы потом не было, знаете, такого толкования слов Мы разрабатываем карту выполнения Минских соглашений с четкими терминами И для меня это самое главное Вот то, что говорит Денис Пушилин Это говорит в первую очередь о том Что вот эти ЛДНР, как республики Я использую вашу терминологию Я обратил горденое заявление о внимании своего президента Не состоялись И теперь Теперь Его Потому что Они состоялись, как республики Для того, чтобы войти В состав России Там так считают По власти ему не просто удержаться Уже в формате ЛДНР не получилось Теперь Берите нас в Россию А они это все возглавят Это просто та часть Донбасса Которая стоит с флагом И украинский чиновник рассуждается со своей колокольней Не обязательно так действуют люди, которые при власти Если вы как чиновник работали именно так в Очакове Что разработали, доработались до того, что там американская база То не все так работают, украинские чиновники А там написано, что 51% жителей неподконтрольных территорий Видит себя частью Украины И только 23% из опрошенных Хотят жить в автономии В формате ЛДНР А там не написано, что вы допрыгались И давайте проведем конферендум Нет, ничего не сказано Это просто паника А также давайте чуточку глубже Дорогой Гордей Александрович Заберите их, дайте им какой-то портфель Пусть чем-то там у вас управляют А у нас будет мир, когда они Он заберет всех, даже вас Не переживайте Вы его заберите, только портфель ему не давайте Не надо Выдача паспортов Благодаря нам и происходит сегодня Нашей позиции, комитета, думы Подожди, не перебивай Так вот, забрали, например, каталонского руководителя В тюрьму взяли И некоторых других забрали Которые борются сегодня за свою самостийность В центре благополучной Европы Где людей не убивают А теперь скажи мне Ты вот знаешь, размахиваешь так руками Заберите И думаешь, что это шутка Когда несколько тысяч человек убили Когда пять лет жизни этим людям нет И они говорят Действительно, заберите нас Вот когда я вам говорю о Каталонии Они говорят Это они как раз не только Пушили Это говорят люди Убитые из могил Это говорят дети Которые не могут учиться Это говорят люди Которые не могут поехать Потому что у них нет паспортов Это говорят вам люди Которые голосуют на референдуме Я вспоминаю Вот знаешь Ты можешь хохотать Ты можешь что угодно говорить Но ты этих людей уже не воскресишь Как ты думаешь Люди оставшиеся Примирятся ли они С той страной Которая опять обещает И ничего не делает Конечно Я думаю нет Я тоже говорю о том Чтобы вы выполняли Минские соглашения Но я вижу Что никто ничего не сделал Этот сейчас говорит Зеленский Я надеюсь на него тоже Но он говорит Мы букву будем Букву менять Минских соглашений А я знаю Политики когда хотят Вот такую Какую нибудь ересь завести Они всегда о букве Они наведут тень на плетень Они тебе ни конституции Ни особого статуса Запомни Дмитрий Иванович Опытный Опытный политик Опытный Когда-то ко мне Приезжали Константинов Другие руководители С Крыма Они приезжали И простые люди Они боролись За свою самостоятельность Не последние годы И не в 2014 году Когда над ними нависла Вот топор этот А все 29 лет Потому что Их все время Все время ущемляли В языке В конституции И все время Наши находили Чиновники Говорили Нет Не можем Нет Нельзя Вот он был У меня все время В кабинете И мы ходили И я сегодня Всегда и говорю Вот дай мне волю Я бы давно Донецк и Луганск Вот как член КПРФ Принял бы уже Потому что людям Людям жить надо Вот понимаешь Каталонцы Вчера смотрю Каталонцы Вышли сотни тысяч Сотни тысяч И борются Сытые каталонцы А здесь люди Если они попросятся Мы каталонцев Примем Нам не жалко Заберите Давайте я вам Очень коротко Объясню По какой причине Донбасс Сформулировал Подобное заявление Мы очень надеялись И долго надеялись На новую украинскую власть Вы помните Прекрасно Зеленского Позиционировали Как миротворца Приходит президент Зеленский Какого рода Он делает заявление Изменения В конституцию Я вносить не буду Особого статуса У Донбасса Не будет Амнистии Не будет Мы какой делаем вывод Мы делаем вывод Что Зеленский Разрывает Минские соглашения В доказательство Давайте мы послушаем Зеленского И не забывайте Один важный нюанс Совсем скоро Минские переговоры Нормандский формат В том числе Повышают ставки Это действительно важно Смотрите Зеленский Владимир Зеленский Отметил Что будет защищать Права всех украинцев Независимо от того Где они находятся И для этого Нет необходимости Вносить изменения В конституцию Украины Владимир Сергеевич 9 сентября Смотрите Была встреча Два плюс два По очереди сейчас Министр иностранных дел И министр обороны Российской Федерации И Франции Провели у вас Здесь переговоры А до этой встречи Были персональные Переговоры Между Президентом Российской Федерации И президентом Франции И нашим Президентом Украины И президентом Франции Макрона И мы Понимаем Что важное было Условие Со стороны России Это вернуться К плану Штайнмайера Мы сегодня Говорим Давайте рассматривать Это Зеленский Это Зеленский Говорит Что в нормандском формате Будет обсуждаться План Штайнмайера Наши официальные делегации Не заявляли Но так как мы Поддерживаем Поддерживаем План Штайнмайера То не исключено Но план Штайнмайера Как мы все с вами знаем Подразумевает Особый статус То есть сейчас Зеленский идет Против плана Штайнмайера Что с ним обсуждать? Так Женя Речь идет о том Чтобы ускорить Эта нормандскую встречу И во время И придумать план Зеленского Или план Коломойского А вдруг А вдруг Пушилин Сейчас меняет Эти все планы Зачем это делается? А я объясню Российская сторона Хочет сорвать и планы Он говорит Что Донбасс Намучился Услышал Что вам не нужен Особый статус Поэтому Ну что мешает Попроситься В состав России Вообще ничего Никогда не поверю Ну вот послушайте На самом деле Самый большой плюс В словах Зеленского В том что он Наконец-то Начинает понимать Как президент Всей Украины Что он теряет Донбасс Заявление Пушилина Это от безысходности От того что С ним не хотят говорить Не хотят говорить Даже о судьбе Донбасса В составе Украины И Пушилин Максимально Задирает планку Своих требований Перед Минскими Переговорами В нормандском Формате Он хочет Попросить Максимум Чтобы может быть Париж Берлин И Москва Согласованно Надавили на Киев И заставили его Таки выполнять И политическую И безопасную И заставили И наверное Потому он и позвал Дениса Пушилина Сюда Говорит Приезжай Давай страху погоним Президент России Приезжай Поговорим Пусть они там боятся Приезжай Давай страху погоним А что Путин принимал Пушилина Гордина